Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала! Сегодня я вас вновь приглашаю на свою кухню. И мы приготовим киноа. Что это за продукт? Давайте сейчас немножко поговорим о нём. Я впервые сегодня на своей кухне готовила киноа. По Википедии киноа – это хлебно-зерновая культура из семейства Амарантовых. И родина киноа – Южная Америка. Оказывается, киноа раньше была пищей индейцев. Вот такое киноа в упаковке я купила. Не помню, в каком магазине уже. Но киноа можно найти на полках всех супермаркетов, а также в магазинах веганского и диетического питания. Почему же это так? Давайте познакомимся поближе с этим удивительным продуктом, с этой удивительной культурой. Я купила киноа «Вайт», белую киноа. Есть ещё киноа разноцветное, скажем так. Итак, киноа – ценный пищевой продукт, богатый витаминами, минералами, в ней мало жиров и много белка. А также в киноа есть незаменимые аминокислоты, в состав которых ходят лизин. И поэтому этот продукт можно применять для диетического и веганского питания. В киноа содержится много калия, железа, меди, магния, фосфора и других полезных веществ. Как же приготовить киноа? Прежде чем приготовить, нужно зёрна. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие зёрнышки. Надеюсь, вам видно. Вот такие зёрнышки. Но это для тех, кто не видел. Может быть, некоторые не видели. Очень напоминают гречку, но они как бы такие вот мелко отшлифованные. Похожи, правда, на гречку. Прежде чем киноа варить, нужно её хорошо промыть, а лучше замочить зёрна на ночь, для того, чтобы удалить вредные сапонины, которые находятся в оболочке зёрен. Из-за них киноа, приготовленное, может горчить. Итак, хорошо промыли. И затем варим киноа на плите в соотношении 1 к 2 или 1 к 3. Варим 10-12 минут, а затем нужно дать продукту постоять в кастрюле, чтобы каша потомилась. Вот такой продукт замечательный у нас на выходе получается. Ну и давайте ещё немножко поговорим о полезности киноа. Как я уже сказала, в киноа содержится много витаминов и минералов. Медь, содержащаяся в киноа, позволяет организму быть менее восприимчивым к инфекциям, а железо укрепляет иммунную систему. Витамины группы В, С и Е также очень полезны для организма. И так как в киноа не содержится глютена, то этот продукт можно применять аллергикам. Полезно киноа для диабетического питания и помогает снизить вес. А также киноа улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Оно также оказывает противовоспалительное действие. И кальций, содержащийся в киноа, укрепляет наши сосуды, наши суставы, зубы. Вотребление киноа позволяет улучшать зрение, обмен веществ, влияет благотворно на кожу нашего тела, а также укрепляет волосы. Что же можно приготовить из киноа? Из киноа можно приготовить кашу. Вот как я приготовила. То есть это даже не каша, я бы сказала, гарнир. Хорошо подойдет кролику, индейке, курочке. Также киноа очень часто подают с салатами. Вот такой это необычный индейский, это я смеюсь, продукт, пришедший к нам из Америки. И сейчас киноа очень широко применяется на нашей кухне. Попробуйте и вы приготовить этот полезный продукт. Я надеюсь, он вам понравится. А я приготовила киноа для того, чтобы кушать как гарнир и для добавления в салат. Приятного аппетита! А всем отличного здоровья и прекрасного дня, чудесного настроения! И до новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!